Цены зафиксированы. Роста стоимости молока в Ненецком округе не будет. Безопасно ли то, что мы едим? В мясе северного оленя обнаружены диоксины и тяжелые металлы. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Приказ Минсельхоза России, который обязывает производителя питьевого пакетированного молока оформлять ветеринарные сопроводительные документы в отношении каждой партии, не должен повлиять на цену реализации произведенного продукта. В Департаменте природных ресурсов экологии АПК НАУ считает, что документ не повлечет за собой роста цен на молоко, которое в частности производят ненецкие аграрии. Комментируя данную ситуацию, специалисты Департамента природных ресурсов отметили, дело в том, что согласно утвержденному постановлению администрации региона, цены зафиксированы на одном уровне. Это позволяет производителям молока получать субсидии, а значит повышать цены не в их интересах. Заместитель начальника государственной инспекции по ветеринарии ненецкого округа Мария Струнгару в свою очередь сообщила, что ветеринарные справки на каждую партию молока оформляются бесплатно, поэтому никакой дополнительной финансовой нагрузки не несут. Сопроводительные документы выписываются как в электронном, так и в бумажном виде. В печени и почках северного оленя обнаружены диоксины и тяжелые металлы. Опасные вещества выявлены в ходе мониторинга управления окруженного Россельхознадзора. После проверки пришлось уничтожить несколько партий печени и субпродуктов, подготовленных на продажу. Регулярное употребление таких продуктов вызывает онкозаболевание. Почему традиционная пища жителей Северного Заполярья становится опасной для здоровья, расскажет Валентина Чибичек. Проверка безопасности и качества пищевой продукции – задача отдела Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому округу. Ежегодно федеральная структура отбирает пробы продукции, произведенные на территории округа – рыбы, молока и молочной продукции, говядины и оленины. В 2015 году на исследование отправили почки и печень северного оленя. В субпродуктах, заготовленных во время убойного сезона 2014-2015 годов, были обнаружены диоксины, кадмий и ртуть. Причем показатели намного превышали допустимую норму. Сразу при выявлении данных превышений информация была сообщена в госинспекцию по ветеринарии Ненецко-автомного округа и в хозяйство, которое производит данную продукцию. В отношении хозяйств госинспекции по ветеринарии Ненецко-автомного округа был введен режим усиленного лабораторного контроля. Также по результатам этих исследований остатки печени и продукции, которая была выявлена, превышение показателей, они были уничтожены в хозяйстве. Печень и почки оленя, которые считаются лакомством для жителей Тундры, источником гемоглобина для горожан и товаром для сельхозпроизводителей, пришлось сжечь в крематорах. Перед убойной кампанией 2015-2016 годов некоторые СПК делали проверку субпродуктов повторно. Так, СПК ХАРП при поддержке Государственной ветеринарной инспекции отправил пробы в Санкт-Петербург. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Менделеева содержание диоксинов в печени выявил. Однако на этот раз вредных веществ значительно меньше допустимой нормы. С 2014 года, когда проводили убой, согласно рекомендациям, мы ее сдали на анализ. Вроде там она не прошла тестовые испытания, да, посмотрели. И реализацию убоя 2015 года нам было запрещено производить. Реализация была разрешена после проведения повторных исследований. В этом году печень кооператива ХАРП в продажу поступила. В магазинах мясокомбината это один из популярных товаров – недорогой, полезный и отечественный. Они нам выдали протоколы, им выдали протоколы. Вот, СПК ХАРП нам продал, ой, сейчас еще срочно, продал нам эту печень, две тонны. Вот, с серокопием протоколов, пожалуйста, мы имеем полное основание, полное право торговать этой печенью, поэтому мы им пускаем в реализацию. Диоксины, согласно техническому регламенту Таможенного союза, значит, их исследования проводятся только в случае обоснованного предположения о наличии техногенной катастрофы. Понимаете, у нас не было никаких. Но, тем не менее, вот они сочли, нужно взяли и получили такие очень большие цифры. Теперь каждое хозяйство перед сбытом продукции будет проверять ее на наличие диоксинов и солей тяжелых металлов. Ведь регулярное употребление в пищу зараженной печени приводит к онкозаболеваниям. Поступая в организм, в первую очередь, они приводят к тому, что происходит перерождение нормальной клетки, идет злокачественный рост. Первое – бич общества, это онкозаболевание. Второе – это идет поражение всей эндокринной системы. Страдают как мужчины, так и женщины. Страдает, в первую очередь, щитовидная железа. А щитовидная железа – это фактически компьютер нашего организма. Частично уменьшить воздействие вредных металлов на организм можно. Для этого врачи рекомендуют есть северные ягоды, а также фрукты и овощи, богатые пектином. Этот полисахарид обволакивает тяжелые металлы и выводит из организма. Однако перед большими дозами он бессилен. А это уже вопрос экологии. Диоксины в печени и почках оленей – следствие загрязнения почвы и воздуха. Больше всего их выбрасывают предприятия горной промышленности. Это показывают результаты того же исследования на Кольском полуострове. В горнодобывающем регионе содержание диоксинов превышает допустимые уровни в 6-7 раз. Кадмия – в 4-5, ртути – в 2-3 раза. Диоксины и фураны разрушаются при температуре свыше, по-моему, 1200 градусов. Если у них установки работают на меньшей температуре, то, соответственно, поступают в воздух диоксины и фураны. Но это не факт, что они оседают прямо здесь же и воздействуют на ягель. То есть это надо проводить комплексную оценку. Это ягель, он накапливает вредные вещества, как губка. Накопительный эффект может складываться из нескольких лет производственной деятельности. В этом году Ростельхознадзор планирует начать мониторинг кормовой базы северных оленей. Ведомство уже направило письма в научный институт, Государственную ветеринарную инспекцию и Союз оленеводов округа. Это исследование поможет выяснить пастбище с зараженным ягелем, а в дальнейшем, возможно, и установить источник выбросов опасных веществ. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Первые золотые, серебряные и бронзовые. Огружным школьникам сегодня вручили знаки за сдачу норм ГТО. От воспитанников детских садов до ветеранов спорта. В воскресенье всех ждут на лыжне России. Готов к труду и обороне. Девиз физкультурников советской эпохи вернулся в современную жизнь, и этому есть подтверждение. В регионе состоялось награждение школьников, которые в прошлом году приняли участие в апробационном этапе сдачи норм комплекса ГТО. Золотые, серебряные и бронзовые значки юным спортсменам вручились сегодня в первой и третьей городских школах. Нормы ГТО в прошлом году сдали 100 школьников из первой, третьей, четвертых городских школ, школ села Тельвиска и поселка Хрута. Ребята бегали, подтягивались, метали и отжимались, пытаясь достичь на и лучших показателей. Особо отличившихся в Наринмаре отправили на Всероссийский фестиваль ГТО в Белгороде, который прошел в июне. Там ребятам выпала возможность сдать нормативы еще раз и улучшить свои результаты. Этим шансом воспользовался Андрей Шитиков, ученик восьмого класса первой школы. Дома он сдал нормативы на серебряный значок, с фестиваля привез золото. Я уже просто настраивался на золото, я был уверен, что я его возьму. И все-таки получилось, когда меня вызывали, золотые значки говорили Шитиков, Андрей. И у меня такая гордость была за, получается, свой город, за округ. Самым сложным испытанием в борьбе за золотой значок стала гимнастика, признается отличник ГТО. Достичь успеха Андрею помогли тренировки. Кроме того, юноша занимается тяжелой атлетикой. Хорошая физическая подготовка школьников, по словам организаторов, превзошла все ожидания. Золотые, серебряные и бронзовые значки получили 59 ребят из 100. Мы, честно говоря, не надеялись, что так хорошо дети отбегают. Мы думали, что будет похуже, но дети нас порадовали и результат хороший. Отмечу, что в прошлом году в пробной сдаче норм ГТО приняла участие только одна возрастная группа 13-15 лет. В системе ГТО это школьники четвертой ступени. В этом году сдать нормативы ГТО могут школьники с 1 по 11 класс. Ждет юных спортсменов и еще одно нововведение. Зимний фестиваль и летний. В летнем фестивале сдают кросс, как и в прошлом году дети бегали по стадиону 2 и 3 километра. В этом году они, в зимнем фестивале, они будут бежать на лыжах, лыжные гонки. Тоже там свою дистанцию, для каждого возраста своя дистанция. Все остальное останется то же самое. Испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость или нормы ГТО появились в 1931 году и успешно просуществовали вплоть до 1991-го, а затем надолго ушли в историю. Желание популяризировать массовый спорт и плотно заняться физическим воспитанием всей страны привело к возрождению комплекса «Готов к труду и обороне». Оно началось в 2014 году. Апробационный этап продлился до августа 2015-го. Теперь мы снова возвращаемся к тому, что нация наша с вами должна быть здоровой, должна быть физически совершенной. Всеобщая обязательная сдача ГТО начнется в 2017-м, когда программа будет полностью внедрена в жизнь. Сдавать нормативы нового спортивного комплекса смогут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В зачет сдачи норм ГТО в этом году войдут результаты участников гонки «Лыжня России». Она стартует в Нарьинмаре 13 марта. Традиционно участниками массовых спортивных состязаний станут поклонники здорового образа жизни разных возрастов и уровня физической подготовки – от воспитанников детских садов до ветеранов спорта. Регистрация участников состязаний начнется на лыжероллерной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко» в день старта в 9 утра. Забеги по возрастным группам начнутся в полдень. Первыми стартуют дети, которым предстоит преодолеть дистанции от 500 до 2000 метров в зависимости от возраста. Девушки и юноши 1998 года рождения и моложе побегут 5 километров. Мужчины и женщины 1997 года рождения и старше пройдут самую длинную дистанцию – 10 километров. Как сообщили организаторы, в прошлом году число участников «Лыжни России» составило 250 человек. В этом году на лыжную трассу планируют выйти около 300 любителей лыжного спорта. Особенность гонки в 2016 году – результаты школьников пойдут в зачет сдачи норм ГТО. Взрослые смогут сдать нормы ГТО на лыжне со следующего года, отметили в окружном спорткомитете. Подать заявки на участие в гонке можно до 12 марта в детско-юношеском центре «Лидер». Смотр строя и песни среди школьников прошел в спортивном комплексе «Лидер». Конкурс в этом году собрал рекордное количество участников – 14 команд, среди которых были и совсем юные из военно-патриотического клуба «Поиск» поселка Красное. Самому маленькому солдату едва исполнилось 6 лет. В чекане каждый шаг и соблюдая интервалы в строю, более ста ребят маршируют по главному залу детско-юношеского центра «Лидер». Организаторы смотра отмечают то, что с каждым годом участников становится больше. Растет число и представитель неслабого пола. Среди них Мария Суськая. Вообще мне нравится направление, мне нравится патриотическое воспитание. И занимаюсь года три, наверное. А конкретно маршировать, готовиться, выполнять стрелы приемы я начала буквально пару месяцев. Готовиться было несложно. Все по инструкции, все четко, и поэтому было просто. Такой простой, на первый взгляд, шаг требует тщательной подготовки. А соревнования – это не только путь к победе, это еще и подготовка ко взрослой жизни. Я, например, помню свою первую зорницу в ней участие. Я еще учился после шестого класса. Я до сих пор помню, причем помню все в деталях. У меня службы уже военные в некоторых моментах забываются, что чего. А вот то помню хорошо. А помогает в каком плане? Конечно, они, скажем так, это не то, что непосредственная подготовка к службе в армии. Но все-таки она дает представление, что это, как это, уровень подготовки. Остается на одном высоком уровне. Ни хуже, ни лучше. Все у них ровненько идет у ребят. А по каким критериям оценивается? Оценивается одиночная строевая подготовка и строевая подготовка подразделения. Кроме строевого шага оценивалась и дисциплина строя, внешний вид, сдача рапорта, выполнение перестроев и, конечно, исполнение песни. По итогам смотра строя и песни лучшим командиром стал Глеб Кузнецов из третьей школы. Команда ВПК «Поиск» заняла третье место. Вторыми стали ученики четвертой школы, кадетского класса. А победителями названы ребята из третьей школы. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Всенародный почет и подарок от спонсора. Ненецкая телерадиокомпания объявляет окружной конкурс на самый вкусный рецепт блинов. Летопись славного города Наринмар пополнилась новыми именами почетных граждан. Такое звание присвоено двум жителям столицы региона. Награждение состоялось на концерте, посвященном 81-му году Красного города. Кроме того, в торжественной обстановке нашим землякам вручили почетные знаки и удостоверения ветеранов города Наринмара. Звание «Почетный гражданин города Наринмара» присваивается тем его жителям, которые внесли заметный вклад в экономическое и социально-культурное развитие города, активно участвуют в его общественной жизни и добросовестно работают на предприятиях и учреждениях. Таким человеком, без сомнения, является Надежда Головинам. В прошлом – воспитатель, а затем заведующая детским садом номер 4. Этому дошкольному учреждению Надежда Николаевна отдала больше, чем полжизни – ровно 50 лет. Выйдя на пенсию, занялась общественной жизнью. Только на пенсию вышла. Тихон Иванович меня встретил. Говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, вчера на пенсию вышла. Он говорит, пойдешь к нам в Совет ветеранов работать. Я говорю, сколько будешь платить? Он говорит, нисколько. Я говорю, как? Он говорит, на общественных началах. И вот я 15 лет работаю на общественных началах в Совете ветеранов. Яркий представитель поколения ветеранов, также активный общественный деятель Римма Костина. Вот уже 12 лет Римма Васильевна гордо носит звание почетный гражданин Наринмара. Но несмотря на все звания, регалии или их отсутствие, самое главное – любить место, в котором живешь. И в этом нашим землякам нет равных. Я живу в Наринмаре. В этом году будет 45 лет. Я люблю этот город. Люблю с тех самых времен, когда здесь были еще деревянные мостки, когда он был такой очень теплый, сельский городок. На моих глазах он вырос. Он сейчас уже вполне достойная столица. Но мне кажется, самое большое богатство нашего города – это все же люди хорошие. Люди здесь просто замечательные. Замечательные люди, труженики, ветераны Печорского лесозавода, рыбокомбината, АТП, хлебозавода, работники культуры и образования и многие другие. В общей сложности на торжественном вечере, посвященном 81-летию Наринмара, звание почетного гражданина города присвоили двум его жителям. Почетные знаки и удостоверение ветеранов города вручили 50-ти Наринмарцам. Ирина Цепитова, Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Пятый день масленичной недели наша телерадиокомпания устроила конкурс блинов. В жаркой блинной битве приняли участие только девушки. И те, кого вы привыкли видеть в кадре, и те, кто обеспечивает деятельность ТРК. О нешуточной битве и вкусных блюдах расскажет Любовь Пермякова. С укропчиком и мороженой на сметане и простокваши, тонкие и аппетитные. В этот день студия телеканала «Север» превратилась в блинную. С утра сотрудники несли из разных уголков города солнечные блюда. А аппетитные запахи почувствовали даже наши соседи на первом этаже – Ненецкая компания электросвязи. Несмотря на домашнюю обстановку, в воздухе царило волнение. Впереди нешуточная битва. В этом конкурсе оценивалось все – вкус, оформление и оригинальный рецепт. И вот они – виновницы блинного батла. Семь красавиц-конкурсанток. Ждут оценок жюри, в состав которого вошли те, кому путь к сердцу лежит через желудок. Они вкушают блин за блином и бросают в урну заветные жетончики с номерами понравившееся блюдо. Именно по ним определится победитель. Идет подсчет, и вот определены два лидера. Голосуем повторно и снова подводим итоги. Слушай, что? А там двойные доны. Из-за укола высыпалось, да? Что-то нас вроде не так много. Так нам нужен третий дон. Пора ездить. Слушай, что опять чего он нужен. Зовем на помощь еще одного независимого судью. Вот он, наш монтажер Кирилл Иванов, который вынесет главный вердикт. Господа, без давления на суду. А ты макай? С сметанкой. С сметанкой. Я вам пока так попробую. И вот оно, решающее слово. Мне больше понравился блюдчик под номером 7. Впору бы сказать блин, но сдерживаясь, все-таки победитель наш директор Татьяна Скорнякова. Самое главное то, что я по большому счету очень-очень старалась. При всем том, что времени было достаточно мало, но и не так часто я думала, пеку блины. Но вот захотелось мне как-то покреативить в этот раз. Тогда со своей стороны большое спасибо, что вы оценили мой труд, мои блины. Спасибо, естественно, последнему судье. А нам достался рецепт от победителя. Оказывается, он очень простой. Туда входит молоко, яйцо, вода, подсолнечное масло, стакан муки, сыр и укропчик. Кстати, если у вас тоже есть свой оригинальный рецепт северных блинчиков, или рецепта нет, но есть фантазия, придумывайте и делитесь с нами. В нашей группе ВКонтакте телеканала «Север» сейчас проходит конкурс «Северный блин». Какой он? Мы приглашаем к участию жителей Ненецкого округа, для того, чтобы они поделились своими, может быть, уже отработанными рецептами северных блинов, блинов, которыми они угощают своих друзей, родственников, чем-то удивляют приезжих. Заходите на наш сайт, выкладывайте фото ваших национальных блинчиков с описанием и рецептом в фотоальбоме «Северный блин», для того, чтобы и у нашего округа был свой собственный рецепт. Лучшего кулинара эксперты определят 14 марта. Победителю достанется всенародный почет и подарок от спонсора. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть наши новости можно и на нашем сайте, адрес www.trksever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует...